Ваннишвили 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 Тоже сама же, да, это Грузию, конечно. Панюля, а может есть какая-то статистика относительно того, сколько бы россиян вызнали людей инагентами? Какий это процент от всего населения, принаймне? Да, на сегодняшний день, если сложить иностранные агенты организации и физические лица, то больше тысячи. И это, в общем, безусловно, известные и лучшие люди. Это и Максим Галкин, и Андрей Макаревич, и писатель Борис Акунин, и очень-очень многие другие. Это большинство оппозиционных политиков, большинство, собственно, владельцев Думы, лидеров общественных мнений и вообще активистов. И наши коллеги по утренним эфирам, например, Александр Плющев, Татьяна Филиппе Генгауру, они все иностранные агенты. И по-разному к этому можно относиться, но дело в том, что иностранный агент – это первая ступень к тому, чтобы стать нежелательной организацией. А нежелательная организация – это уже очень и очень опасно. Сотрудничество, любое сотрудничество, даже не сколько финансовое, сколько, я не знаю, прочитать доклад или, я не знаю, сдать помещение, нежелательная организация автоматически влечет за собой очень большие уголовные неприятности. Например, была объявлена нежелательная организация фонд Фридриха Наумана и украинский известнейший, да, Нобелевский лауреат – Центр громадянских свобод. Это с вчерашнего дня в России нежелательная организация. Ну, еще бы. Продолжение следует...